хорошо добрый день еще раз всем это главная роль в обществе голова общества это учитель есть разные учителя разные классы уровня учителей но в целом это интеллект общества если опираться на древнейшую мудрость древние традиции об этом много говорится это неподкупный класс людей прежде всего и главная особенность неподкупный класс людей потому что они должны быть принципиальные в плане образования воспитания морали этики и культуры и абсолютной истины это нельзя искажать то есть вещи которые мы можем менять есть вещи которые мы никак не можем менять и вот за эти вечные ценности отвечает голова общества это истина не покупается не продается она просто существует и передается из сердца в сердце например известный чанак я бандит я думаю в западном мире тоже на имя многие могут знать его это великий мудрец известного высказывания даже печатаются книги на всех языках его известное высказывание мудрость он прославился также тем что изгнал изгнал завоеватели из индии и объединил индию в то время очень разрознено крайне поэтому ослабленным он один человек это смог осуществить благодаря своему интеллекту история как он это сделал не буду рассказывать но кем он был по факту он просто выполнил просьбу правительство таким образом что цари то время не знали как объединить государства они обратились к одному человеку чинахи стал существует план неслыханный план хотя очень простой про него говорили что-то дьявол воплотил что мог даже понимать мысли людей это было просто упроницательность ничего не было такого особенного просто его тонкий интеллект тонкий ткани мозга называется почему это необходимо учителю потому что мы можем учить только того кого понимаем знаем и ученик какой кто бы ни был в школе или других заведениях он ожидает это от учителя что учитель его понимает когда обращается к нему со своими советами или наставлениями или заданиями он понимает его знает его если ребенок или юноша или человек видит что учитель не понимает его связи не будет вы не сможете научить должным образом этого человека и так чинахи пандит мог настолько тонко понимать людей что это казалось мистическим совершенством каким-то но по факту он был просто школьным учителем дети обучал в соломенной хижине за пожертвования если не приносили что-то ему он принимался не приносили он ничего не требовал потому что считал что это самое важное что нужно делать в обществе воспитывать новое поколение причем это делается бескорыстно в родительских отношениях родители не требуют денег за свое воспитание своих детей вот такая же раса говорится такой же тип отношений переносится вот но этот год голова общества которые понимают зачем это нужно и почему именно так как только голова общества думает о выгоде вся картина образования тут же меняется к этому классу относится также духовенстве священники психологи о спасибо у нас микрофон появился так мне будет легче психологи духовенство религиозные реформаторы общественные деятели один класс это интеллектуальный класс людей и другой класс который существует является руками головы это административный класс управляющий класс имеющую власть в обществе организатор также военный класс те же самые люди это их природа врожденные если вы класс учителей значит вы голова общества но и в школе кто-то должен организовывать этот труд эту систему образования и кухню и расписание то есть организация должна быть значит должна быть также руки кроме этого должны какие-то финансы это третий класс как бы желудок общества тело общества голова руки 3 часть и рабочий класс тоже нужно чтобы что-то ремонтировать поддерживать во всех сферах нужна какая-то помощь работа вот так создается тело общества но если нет головы чистой ясной то понятно что все части тела действует не согласованно крыловый это квартет однажды лебедь рак и щука помните то есть не согласованы действия и такая система была посмотрите средневековая европа это природная система общество было духовенство потому что в те времена не было раз отличия между наукой и религией не существовало такого различия как сегодня это было одно священные писали писания признавались также научными там есть мудрость там есть основы быта бытия основы традиции семейные заложены заповеди заложено моральные представление о мире какой-то есть то есть что с научными трактатами также их можно было как-то развивать расширять обсуждать люди жилет этим закон было духовенство были короли управляющие монархия была это сильная это же сильные руки власть имущие люди был производительный класс феодал феодальный класс и были крестьяне четыре типа людей всегда существует у всех государства под разными названиями и рыба гниет с головы начинается деградация общества с головы как смотрите у головы нет реальной власти нет реальных денег это не богатый класс людей и не власть имущий но они наверху общества какая сила удерживает их там в чем их могущество может быть вы сталкивались с этим я сталкивался с этим когда вы говорите о вас не слушают сладко лиц если ты могу ребенка даже привести какой-то свой мой мой ребенок допустим ему говорю он не слушаю хочу хочу делать по-своему как так получается почему меня меня знающего больше не слушать тот кто знает меньше в чем проблема также вот этот класс от него отказались уже сегодня его купили сегодня все зависит от денег не от знания сегодня система капиталистическая хочу пояснить как это происходит когда священнослужители или ученые люди представители культуры морали и науки не следует тому чему сами учат в двойственности живут понимаете да ну типичный пример отец говорит своему сыну никогда не кури и закуривать сигарету принял бесполезно он говорит ничего не произойдет это написано древний трактатах я от ята чарати шрешта там там а ветра джана джана означает люди а что же опять от очарати что делают великие лидеры лидеры или великие люди то что не делают будут делать все остальные делают не говорят а делают поступки определяют культуру общества поступки лидеры поэтому подразумевается что если есть заповеди какие-то духовные моральные и тот кто учит этим заповедям сам строго следует этим заповедям в этом сила слова ты говоришь о любви о бескорыстии о сострадании о прощении а ты на крест готов пойти за людей вопрос кто-то может видеть и в этом сила в этом сила и ты все люди эти заповеди помнят потому что был пример я от ята очар очарочит пример поведения подтверждено примером также если мы совершаем какие-то подвиги у каждого свои подвиги у воинов свои подвиги у головы людей свои подвиги потому что говорит утверждать истину непростая вещь это непростая вещь требуется тоже бесстрашие и принципиальность и глубокие знания требуется для этого слово самое главное оружие говорится в ведических книгах древних самое главное оружие это слово вначале было слово и слово было у бога и слово было богом вот так как вот слова гладает такой силой если исходит из верного источника и когда духовенство перестает следовать заповедям его подчиняет власть имущие люди это несложно они теряют силу таким образом влияние в общество и поддержку в обществе и так короли подчиняют духовенство это первый шаг к распаду общества однажды король по-моему франции не помню задумал развести со своей царицей женой взять другую жену на это было запрещено духовенство он выслал главного духовника и спросил можно ли что-то придумать посмотри свои законы там покопайся в писаниях найди какие-то исключения для меня даешь я хочу от развести с этой женой со своей прилюдно значит это должно быть пример такой обществе то есть король это пример его поведение пример для всех я тачара чешта так священник говорит нет такого в писаниях ты не можешь такое сделать это начало будет деградация общества все будут разводиться и все будут следовать этому примеру что сказал король значит твоя религия бесполезно и выгнули то есть власть имущий затем когда власть переходит уже к воинам королям к администраторам что они делают они воюют за земли границы там прочее они расширяются владения укрепляют свою власть турниры за даму сердца у них дорогостоящие такие проекты всегда они живут на широкую ногу них дворцы у них замки угнетается класс производительный и рабочий класс деньги высасываются оттуда найти войны на все эти вот акции значит два класса эксплуатируются неудовлетворенными возникает революционная ситуация верхи не могут больше так управлять нельзя не хотят так управлять буржуазно-демократическая революция называется то есть продвиженный класс живот и ноги рабочий класс массовый народ объединяются свергают монархию отрубают голову королю власть переходит к торговому сословию с этого момента начнет развиваться производства техника покупается ученые покупаются руководители станки машины монополии рынке сбыта конкуренция капитализм развивается угнетается последний класс людей рабочий класс тогда в 1917 году собирается весь пролетарий свергает буржуазию капиталиста и на место головы становятся ноги рабочий класс нужно понять что воспитание даже в соответствии с природой природу невозможно изменить или сломать и нужно правильно использовать с точки зрения цели жизни неважно какое рождение у человека не имеет значения потому что духовно мы равны духовно мы равны а кто это знает духовенство должно знать все остальные забывают потому что не другие обязанности нужно слушать духовенство которое утвердилось в духовном знании что мы духовно равны материально мы не равны вот чем коммунисты ошиблись но не забыли все равенство на материальной платформе вот чем была ошибка это невозможно слон съедает 40 килограмм пищи за один раз синица килограмм за сутки наберет максимум все где равенство материального равенства не существует мужчина и женщина не равны не другие функции разные это целая наука изучить природу мужчины женщины природу классов и понять что же их объединяет вот это образование а сегодня даже интеллектуальный класс людей учителям думает как им выжить вы можете представить что сегодня творить как выжить вообще потому что система рассматривать всех в конкуренции равна а класс интеллектуалов не должен конкурировать низки не производительный класс это не управляющий класс это люди передающие знания и совершающие аскезы жертву для примера образование если у вас идеальный характер вы воспитаете идеальный характер если у вас не идеальный характер но вы на глазах у всех совершенствуйте свой характер ваш ученики будет то же самое если вы не совершенствуете свой характер и качество и обучать других людей и говорите что так нормально так пойдет все будут такими же лев толстой написал такой рассказ не знаю если он сейчас в изданиях но в старых старых изданиях советские он был включен а позже был исключен я нашел его очень старый библиотеке на дальнем востоке рассказ назывался карма как и удивился то есть толстой знал это лев николай что он писал историю рассказ об одном торговцу которого был слуга слуга верный честный человек проверенный служил хозяину веры верой и правдой кроме этого он был очень атлетически сильным большого роста был борцом и развлекал хозяина ты еще борьбой указу всякие приемы и искусство единоборств вот таким был его слуга этот хозяин по ошибке заподозрил свою слугу воровстве он написал как это случилось как этот кошелек случайно оказался там потом там и в конце концов тень упала на этого слугу хозяин приказал и сбить его палками до полу смерти сбили несчастно а потом пришел человек и сказал вы не вы потеряли кошелек выяснилось что наказал ты он его зря но этот помещик даже не обратил это внимание нож и все ну ничего страшного заживет и ушел и такая обида такая боль ему верой правда слушаю к отцу родному вообще было полное доверие надо же он поверил какому-то какому-то проходимцу поверил чуть не убил меня вообще и даже прощение не попросил даже не извинился после тяжелый случай сбежал его слуга в леса оказалось что ни один такой обиженно сбежавший там в лесах прячется была целая команда которую он собрал борец сильный стал их обучать боевым искусством чтобы грабить этих зажиточных помещиков на дорогах останавливать вот эти лесницы экипажи и так без церемонии просто грубо грабили всех бери по голове там кого нужно и прятались в лесах дело шло они стали процветать стали иметь деньги знаете когда человек имеет деньги но кажется что может все чем больше денег тем больше позволен так он чувствует себя написано написаны деньги могут развертить человека если человек имеет много денег но не имеет правильного образования характера это не принесет пользы негодяю деньги большие давать не нужно говорится это не принесет пользы ни ему ни другим детям оставлять наследство без духовного наследия опасно прокутят про наркоманят что угодно сделать деньги все можно даже подкупить можно кого-то можно же закон подкупить вынесли очень богатый человек можете позволить что угодно просто дело шло у них появились деньги они стали думать погодите а как там у нас с распределением вообще этих вот средств наш атаман он берет себя гораздо больше чем мы все вместе взяты но это несправедливо не стали встречаться на организовали заговор в конч концов в какой-то момент времени напали на него и стили до полусмерти как в тот раз когда-то отобрали все его ценности и разбежались разница лежал этот несчастный избитый обиженный человек на жизнь и думал но почему жизни со мной такое происходит уже второй раз за что первый раз ни за что и второй раз ни за что я их организовал их обучил они же против меня же пошли боже мой там в том лесу жил отшельник старец какой-то который проходил увидел это вот без память почти лежавшего этого бандита атамана и выходил из сострадания просто просто вот есть более страдание он помог ему когда делал духовные люди они не очень говорят вот это плохое не поможем это хороший поможем поэтому дадим этому не дадим у них нет политических взглядов на этот счет они человечны глубоко человечным ко всем же существам сострадательных кому угодно не только к человеку любой форме жизни это образование и когда этот несчастный пришел себя он понял что перед ним такой вот великий человек начальник ты можешь мне объяснить разуметь меня почему жизнь с накоприс в чем смысл того что сына происходит в чем справедливость жизнь вообще не сказал а что ты ожидал получить от них вот то что ты им дал чему ты их научил они тебе вернули ты учил их драться тебе избили тучи за грабить тебя грабили почему ты удивляешься что посеешь то божьешь карма называется обманчивость этого правила таково что когда мы совершаем поступок его видно а вот реакцию на этот поступок не видно это проявлено состояние кармы не проявлено состояние кармы мы обидели человека все видели и вы также понимаете что в это сделали факт а затем он просто молчит и вы молчите и как бы ничего не происходит не развивается это память остается неправильное состояние кармы и рано или поздно это как-то проявится к вам или к вашему родственнику или к вашему другу как угодно знаете как люди женятся сегодня они любят друг друга ну а и как иначе надо любить друг друга влюбляются верят эту любовь точно у нас необычная любовь да что тут говорить вообще никто нас не понимают на свадью плачут говорят вот берегите свой брак да не не понимают у них не было любви у нас любовь на есть любовь нас но они не знают что есть непроявленное состояние за это чувство есть ложное я еще ложная гордость есть свой характер несформированный есть эгоизм и так два влюбленных эгоизм эгоиста женятся что дальше происходит понятно что эти два ложных эго будут соприкасаться с искрой потому что любовь эгоистичная для себя каждый каждый хочет использовать для своего счастья друг друга ты мне счастье принесешь а ты мне счастье принесешь а через двадцать тридцать скажет им всю мою жизнь угробил счастье так и не принес а ты мне не принесла часть труса я тебе до ненависти такой один шаг говорится один же они любят ссорятся например что ведь ложная а я и без тебя прошу и он не понимает что он делать уже в отместку этому человеку второй брак третий брак или как-то еще даже не понимает неправильное состояние вот этот тонкий интеллект не улавливает откуда получим это знание от головы общества научить людей чувствовать свои поступки если непроявленную карму с чем мы живем внутри сколько там обиды сколько зависти сколько неудовлетворения сколько счастья сколько ложных надежд а сколько реальных энергий во мне люди не различают сегодня они будут любовь с вожделением наглость с честностью многие другие вещи это же предмет образования вот в этом предмет образования мы воспитываем человека и человеку нужны конечно же много интересных знаний через математику можно воспитать характер через физику можно научить поэзии через поэзии философии смотрите как все связано это все вспомогательные вещи которые обогащают нашу душу важно осмыслить ее кто я тут на втором этаже в одном классе написано было на стене зло никогда не удаляет того кто творит добро вот только нужно нам разобраться что же такое добро которое невозможно победить есть такое добро мы видим что добро как правило не слабый сегодня есть люди наглые знаете такие они раз раз наверху быстро все делают ведь а тут такой добрый человек всем все прощает что такое вообще тряпка не ценится обществе а в чем сила все такое добро есть предупреждение не делайте добрые дела понапрасну вкладывайте в нужные нужно русло энергию и ответный учитель и также квалифицированный ученик обязательно два фактора должно есть одно без другого не работает был один человек очень знаменитый в Индии все время астролог астролог очень высокого уровня не знаю до сих пор еще и не о нем говорил помнит его имя он настолько был совершенен в этих своих прогнозах что мог просто вот посмотреть на человека посмотреть на небо на звезды немножко подумать и сказать сколько у них денег в кармане как его зовут прямо сейчас такой был провидит джоти шастра называется наука звездах очень тонкий интеллект должен способность он все занимался этим но он никогда не брал плату то что люди приносили ему от души он принимал он никогда не говорил о цене никогда у него было два сына которые подумали папа у нас гений только глупый гений другой божий миллионером был боже мой а этот копейки считаю всю жизнь вообще живет в простоте с такими знаниями с такими ценностями но ничего он же нам знание это передаст правильно и мы тоже распорядимся мы знаем что с этим делать и они ждали терпеливо но шло время отец старился и абсолютно ничего не говорил в этом направлении никаких не было движений вот он уже на смертном одре лежит понимаете на ладан дышит тут уже два сына сказали папа ты что хочешь с тобой в могилу забрать эти знания ты нам не передашь эти ценности бесценны отец был очень простой человек он сказал передать а никому передавать вы же хотите деньги а не знание тут либо одно его другое вы скажете да хорошо хорошо вы говорите являющие земля мудрость а мы можем прожить без денег сегодня нет не можем только нужно жить так чтобы они сами приходили к нам они мы за ним бегать вот и вся разница а как так сделать и тут я как раз ответ квалификации один человек меня пригласил в траву богатый человек сказал у меня есть дочь ты будешь в 90 годах который я конечно очень люблю он очень богатый человек я хочу для дочери сделать но максимум максимум что могу сделать мне не нравятся современные школы да там ужасная атмосфера там что-то то происходит в 90 годах помните да это было сложно он не хотел чтобы дочь попала в эту атмосферу я для нее построила школу отдельную маленькую вот она уже есть ее построил чтобы моя дочь нам училась что подобрать коллектив детей нормальный но это оказывается проблема не в этом было а где найти учителей хороших также можно сказать учителем а где найти хороших учеников то же самое с двух сторон это одинаково равна степень так вот учитель это прежде всего ученик он сам учится у того кого хочет и также у него есть учитель обязательно должны преемственность тогда все выстраивается если учить учить от себя это одна культура если он представляет кого-то выше это другая культура если он учит от себя эту культуру высокомерия и дети принимают предметы все обучаются все как бы знают все сдают потом это забывают лет через десять уже уйдя многие вещи не забудут не будут применять их а высокомерие привитое в общении останется с ними также другие качества нас был двор я еще школу туда не ходил только-только вот ходил к этому возрасту два этажа два подъезда такой небольшой двухэтажный домик там было много детей все друг друга знали бегали играли все знали старше и младше и мы там бегаем во дворе и тут же окно сюда мы на виду там матерь отец иди сюда сходи за хлебом бегай в магазин ну не с не хочу мы играем но это было трудно заставить кого-то с как с повинной знаете идти в магазин играем же понимать вот родители не понимали но приходилось понятно уже слушать старше а на первом этаже в углу бабушка жила одинокая старая-старая рухлядь она уже почти ходить не могла она могла только выйти вот так на заваринку сесть и сидеть целый день потом так вот с палочкой медленно-медленно шла обратно домой долго-долго-долго вот эти вот шаги дерула но такой доброты я не помню до сих пор не знаю вот это у меня в сердце осталось доброта оказывается и ценит все старые и малые любовь доброта как важно оказывать осадил нам замечания никто этого не замечал что делать замечания и когда я нужен был хлеб она не могла на магазин дать и на к окошку своему и монетка стучало в стекло и чем мы не занимались там нас как ветром сдувало к этому окошку и все на перебой хватали эти деньги и бежали на перегонки в магазин и несли и хлеб туда такая магия вообще это происходило само по себе без нажима без устрашения из какой-то дисциплины и таких людей моей жизни было несколько которые умели вдохновлять и к ним все приходится по себе хорошим врачу пациент сам придет не нужно искать талантливому человеку также приходит учиться люди сами ищут его очередь становится вот что важно вот как все приходит само по себе если же у меня недостаточно качестве нужно работать над ними когда мне тоже будет сотрудничество если мы вместе работаем над хорошими качествами не над деньгами а над хорошими качественности и квалификации над своей работой если мы совершенствуемся это уже великое достижение в наши дни организации великое но сегодня нас этому не учат этого не происходит не то что я обвиняю что-то я просто говорю сегодня по факту так но мы привносим эти ценности через самообразование и так детей конечно нужно человека нужно знать его возраст его природу кто он какому классу принадлежит к этому несущему классу или продавительному классу или к руководящему классу от природы же можно весь 12 лет уже проявляется его природа сама сливки сами всплывут говорится вам ничего не нужно наблюдать или голова этот класс деньги из воздуха может сделать откуда угодно он все так видит такой разум такая природа это золотые руки у нас мастерить все что угодно любой выход найдет практически все устроит а это руководители они могут организовывать и создавать команды целые где сами хотят не присоединиться и сами хотят с ними что-то делать а этот класс может всех объединить в одну семью самое великое дело никаких распри миротворец мир в душу прямо вкладывать счастье и обычно первый год если взять человека его жизнь например первую половину жизни сорок девять лет получается у нас по чакрам согласно центром психофизическим семь лист нервных сплетений здесь на столбе позвоночника это еще кундалини называют йоги или чакры неважно но центры существуют центры они связаны с той или иной способностью качеством человека врождён у кого-то доминирует одно у кого-то другое то есть ну не будем вдаваться в эти тонуси почему давайте рассмотрим 7 чакр хотя бы 7 на 7 и 49 так первая половина жизни будет 49 лет 7 на 7 7 по вертикали 7 по горизонтали чакры те же самые первый центр открывается на первом годе жизни само собой этот центр отвечает за выживание и представляет страх в человеке психологию страха маленький ребенок первый год только что родился что он кричит все но во всем нужна помощь здесь стресс хочет есть кричит что-то болит кричит какое-то неудобство кричит помыть его нужно если он грязный что-то там кричит для него мама это просто бог исполняющие всего желания это значит нужно делать она все это там видит его там серую физиологию знают там заглядывает в рот там и все остальное там моют его кормит во всех отношениях первая чакра это страх выживание значит если вы приходите в какой-то коллектив впервые начинается все с этой осторожности вы дисциплинированный вы в чакре выживание на войс вы пытаетесь понять как тут жить что это за люди что система очень послушны это знают сегодня капиталисты успешные вторая чакра это чувство на втором годе жизни начинает уже капризничать же выражает себя уже ведь вот это вот хочу это не хочу уже начинает различать такие вещи это 2 чакра и так он уже подходит к жизни уже согласно своим чувствам проявлять какой-то уже свой свою независимость маленькую каприз называется капризничать отстаивать какие-то вещи уже может кричать выгибаться там и говорит нет вот дай то это не надо а первый год жизни он просто вот как послушный как пластилин чахра выживание третий год деловитость он приступает к исследованию этого мира обычно ребенок все ломает чтобы понять что это такое нужно разобрать на части игрушки и прочее 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 ему интересно все как разбивается стекло допустим кадре пластмасса все новинку удивительный мир вас на столе хрустальная ваза дорогостоящая целая зарплата так ребенок один в комнате он берет эту вазу и сбрасывает на пол как красиво он восхищается потрясающий опыт получил приходят родители а что это хрустальт и научу понимать хрустальт он все равно не понимаешь что хрустальт в этом возрасте он просто исследует не вредит вам просто пытается изучить мир который вокруг него он будет ломать будет рисовать на обоих на холодильнике будет резать ваши скатерти или какие-то вещи может деньги в окно в россии интересно как они летят все что угодно может сделать поэтому здесь нужно понимать что на этом год годе жизни нужно быть внимательным представить ребенку те то что необходимо то что необходимо не предоставлять это ответственность родители не ребенка деловитость это на дети говорим взрослых это проявляется как умение организовывать делать чакр деловитости я помню этот эксперимент проводили психологи группа психологов причем интогнито они были в рабочих комбинезонах как инструменты а подопытные должны были при помощи этих психологов инкогнито которые построить определенную фигуру из геометрических больших предметов которые были разбросаны в комнате там кубы там квадраты там шары были там все что рама какие-то были и была конструкция на бумаге который нужно создать за короткое время не самому а управляет ими пятью человеком в комбинезонах это психологи скрытые а статья психологов было играть глупых непонимающих рабочих пожалуйста вот этот куб оставьте сюда вы не имеете вот этот куб или вот этот и точно скажите куда я так и не понял туда или сюда вот точно я правильно делаю и вот дергают по каждому поводу никто вообще не смог до конца практически сделать эту фигуру все раздражались сумасшедший дом дурдом какой-то дали на не тех рабочих ну и зал смеется потому что зал понимает задачу а под опыт и не понимает что происходит ему кажется что на нем издеваются последнего пригласили капитана третьего ранга настоящего профессионала пришло какое чудо что произошло он просто подошел встал посмотрел на всех и они больше не могли ёрничать все взгляд один взгляд и поведение чакра вот она психотип были зубном зубном кабинете у донтиста вы садитесь и все стесняют раскрывать и же так рот раскрывать и попробуйте так делать друг другу но доктор такого глаза смотрит открыл рот и вывод ведь работает работает есть такая внутренняя сила есть другой пример мать мне было там 50 с лишним лет приезжаю домой к матери и что же иногда на что говорит ну-ка иди сюда маленькой старый такая а мне уже 50 с лишним лет но ходи сюда я иду как под гипнозом невозможно понимаете чакра работает психофит тонкая тонкая энергия в человеке тонкий интеллект тонкие чувства мы это видим как чудо на сцене у кого-то есть такой талант да вот какие-то тонкие вещи при помощи песни звука музыки или рассказы передавать или юмора или гениальные актеры это тоже развит какой-то центр и он этот центр влияет на ваш центр точно то же самое начали чувствовать то же самое хотя раньше не чувствовали отчик дал вам почувствовать это оказывается передает вам эти чувства не просто то что информацию еще и чувство передает из всех предметов школе запомнил химию почему что у нас была учительница как киноактер она играла каждый а там каждую молекулу там она показывала их мимикой руками и все было понятно она как бы оживляла образ то образование именно древняя древняя система образования было через образы не через схемы логические или память только а еще создать образ образ абсолютно истины образ этой вселенной образ этой планеты образ солнца сегодня какой образ солнца включая интернет солнце похоронная музыка громко жуткий обед космический на школе также учили один протуберанец если сейчас выпустит то земля сгорит вообще опасное явление солнце а как древние говорили солнце красное солнышко и другие отношения другой образ безобразное образование образное образование образ начать через любовь через доверие солнце просто так протуберанец землю не запустит кирпич не с того ни сего человеку на голову не упадет говорит волонт а если это происходит то а ножка уже раздула подсолнечное масло поэтому заседание состоится простите но есть такие законы это закон кармы присоединительной связи просто не видите его он не проявлен для вас но он существует если посчитать небесные тела все уже понятно становится все же происходит под контролем нашей жизни а мы воспитали нас воспитали и мы воспитываем как независимое существо это трудно нам вкладывали я помню школе это человек это звучит гордо горький максим горький выписка была гордо гордо то есть независимо а потом жалую с родителей собирали почему они непослушные с нами огрызаются последствия но так вы же нам сами сказали гордо звучит человек мы гордые стали нас научили этом виска культура это культура служения они виска культуре это культура господства которая жить очень сложно сегодня в господстве растворяется мораль все что угодно ничего лично просто бизнес чек обману другой чекать на это не без обид ничего лично просто бизнес то есть выгода считается высшей морали уже уже такие есть эти предпосылки где же наше добро она стала слабым она стала слабым с примесью стольких недостатков что она не может победить зло смотрите возьмите капитализм и что такое капитализм это организованная жадность хорошо организованная жадность возьмите коммунизм что это такое хорошо организованная зависть а где организована любовь на сегодня это задача образования вот она организовать все самое лучшее в людях что есть добро доверие знание тонкий интеллект сострадание научиться прощать ошибки другим исправлять свои ошибки научиться вот оно образование вот оно добро и такое добро нельзя победить злом зло не приклеивается знаете вот лотос символ чистоты если даже лотос возьмете опустить в грязную воду с головой подержите если вы выньте его обратно вся вода скатится он становится таким же чистым не смачивается водой нет такой такие люди были описываются древних книгах когда-то было такое общество немногочисленное сегодня много людей на планете тогда было немногочисленное но они были такого высокого качества как их умы описывались были самосветящиеся так мы описаны то есть позитивно они не верили в зло они верили в добро и любовь даже если люди совершали ошибки как это недоразумение любовь все равно победит в огонь бросите мусор он сожжет останется чистым это ум человека вот это образование вот такое добро нельзя победить зло зло это невежество добро это знание счастье и третья чакра это деловито 4 чакра 4 года ребенку что он делает он становится очень интересным играется эти слова придумывает вместо кастрюля варюля и там еще что-то там веселиться просто знаете гармония ищет отношений гармоничных он вступает вот в эти отношения на 4 чакра это страх 2 чакры так каприз и чувства 3 чакра уже изучает мир деловитость организовывать себя четвертая чакра гармония общения веселье юмор уже начинает понимать шутки и так далее изобретает какие-то вещи делится 5 чакра пробуждать если мы не препятствуем всем этим вещам конечно же будут сами открываться сами открываться будет эти центры если препятствуем их можно закрыть пятая чакра вот тут происходит проблема наше воспитание чакра философии сегодня философии мало кому нужна вот ребенок пятилетний говорит откуда я появился ведь ну вырастешь узнаешь а вообще откуда человек появился еще такие страны просто давать не задавая глупых вопросов чакру закрываете либо вы игнорируете либо отрицаете значит закрываете эту чакру ребенок понимает что он виноват в том что спросил вас об этом в этом возрасте он так понимает наши отношения со старшим он вас винить не будет он будет сделать вывод я глупый вопрос задал не нужно такие вопросы нужно об этом думать чакра закрывается сегодня ни у одного человека нет ответа на этот вопрос эти чакры закрыты вообще мы их не чувствуем нас нет такой потребности если мы скажем что ученые современные ученые не знают происхождение жизни никто не отреагирует ну и что скажешь нам какую-то это самое жизненно важная вещь для воспитания образования личности происхождение жизни самый ключевой момент нужно стать его и свое предназначение понимать 6 чакра это уже применение этой мудрости мудрость до применения этого знания философского применения знания это мудрость то есть знание она собственно переходит в мудрость если не переходит то это называется кладбище знания кладбище информации а когда мы уже умеем применять надо мудрый человек даст практический совет там как быть в семье как быть с ребенком там как быть в этих отношениях или там или там это мудрость называется ответы есть на все вопросы если есть мудрость и седьмая чакра это первый цикл завершается олицетворяет духовность вера в невозможные вещи которые не помещаются в моем понимании сознания есть что-то очень высокое есть что-то не объяснимает и что-то сверх великое из какое-то сверх чудо это вера когда она пробуждается ребенке и не закрывается искусственно насильно или безразличием открывает чаху счастья вот это уже ощущение счастья то есть счастье как чувство начинается с веры а затем углубляется знанием знание и вера две опоры одно продвигает другое знание веру продвигает дальше и вера знание знание веру продвигает так они взаимодействуют но поскольку мы уже объяснили что это было разделено свое время было разделено эти классы не распались все то сегодня у нас вера и знание разделены наука отдельно и отдельно религия то что раньше было вместе и более того наша школа разделена на разные предметы все разделено это удобно для образования предметов но знание как понятие как мировоззрение оно в единственном числе а не в многих предметах основа любого знания одна и та же это взаимоотношение с миром это должен знать любой человек и математика и руководитель и художник и философ кто угодно наука объединяющая все это одна это культура взаимоотношений просто по-разному выражается эта культура взаимоотношений можно при помощи слов выразить это можно при помощи музыки это выразить можно при помощи профессии какой-то это сделать но суть в том что это дар я предлагаю свой талант свои ценности окружающему миру и каждый это делает как дар приносит дар это одна система знания если же вы думаете что одно знание лучше другого знания это называется невежество любая наука любое движение приводит к истине если идет правильный путек любая рабочий ли это или торговец или управляющий класс или кто бы то ни был если он правильно использует способности достигает одного и того же совершенства как ни странно поэтому ни один класс не лучше другого с этой точки зрения а мы все равны духовно как говорится нет ничего превыше абсолютно истины ничего равного нет ничего ниже мы все вместе получается такое тесное близкое сотрудничество есть любовь и доверие это образование а что касается трудностей материальных они всегда будут если мы продвигаем какие-то правильные хорошие вещи в мире в котором мы живем всегда это материальный мир всегда будут какие-то препятствия просто даже как только вы собираетесь делать добрые дела уже у вас будут проблемы один человек притча он там молился там медитировал там читал священное писание и к нему пришел ангел во сне и сказал ровно через месяц здесь будет дождь не чистый в течение месяца идти не чистая вода будет с неба красноватого оттенка которую пить нельзя если люди будут ее пить эту воду они все сойдут с ума они все сдвинутся поэтому предупреди людей чтобы запасали чистой водой на месяц и человек настолько сильно было впечатление от этого ангела он пошел на площадь стал звонить в колокола собрал народ и объявил что ровно через неделю начнется ливень красноватый оттенок зловонная какая-то жижа с неба и человек понял что сон-то в руку так и есть ну и месяц удержался за семьей а с тем людям пришлось пить то что есть все сошли с ума все помешали он один был здравом рассудке но все посчитали что он сумасшедший и мы это все понимаем друг друга он понял что так жить невозможно и стал пить эту грязную воду чтобы стать таким же как все такая притча вот как это происходит как уходят традиции другая притча как уходят традиции была свадьба свадьба и там мать она хлопотала дочь выдают замуж тут значит дочь женихом тут пригласен священника тут будут гости тут будет стол тут так так все все идеально она подготовила все прекрасно и вдруг видит кошка тут черная ходит боже мой она все испортит эту церемонию где-нибудь появится взяла эту кошку посадила в ведро накрыла горшком сверху поставила в угол все и свадьба прошла великолепно все идеальным образом все были счастливы невеста и жених идет время у этого молодых мужа и жены рождается тоже дочь достигает брачного возраста уже эта мать хлопочет асфальт вот я помню как делала все моя мать здесь священник тут молодые тут стол тут 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 а погодите погодите нужна черная кошка нужно в ведро посадить горшком накрыть и в этот угол поставить моя мать так делала то есть о чем мы говорим что говорит совета все что вы делаете должны делать в знании не обрядово не понимая смысла а в знании с раскрытыми центрами осмысливо осознавая что вы делаете зачем это делать сегодня что человек курит а зачем ты куришь не знаю привычка мы живем по привычке рефлекторная может сказать жизнь знаешь что такое рефлекс ну изучали же биологию вот там лягушка без головы да у нас был такой пример в школе вы раздражаете ее конечности она без головы оп как рефлекс автоматически тело тело как автомат может действовать смотрите без сознания рефлекс работает и так в жизни у нас получается что-то похожее оп женился оп развелся рефлекторно а зачем ты это делаешь ну так получилось я не управляю этим процессом так получилось такова жизнь сердце не прикажет я не управляю собой то есть нет высоких центров управления есть только выживание мне трудно а надо выжить развод ради моего выживания а как управлять как организовать как перестроить выше не обучено поэтому вводим ювенальную юстицию однополые браки где-то почему не можем создать семью не можем управлять процессом идем на уступки да они допустим они выдают наркотики дозу наркотиков на один месяц наркоманам потому что легально если не выдать они считают ну тогда это социально опасный человек он может грабить он может беспокойство причинять людям он же не сможет остановиться ему нужна доза поэтому их чтобы умиротворить выдают бесплатно не знают как оторвать людей они знают идут на уступки компромисс нет головы бескомпромиссно нет головы нет такого сильного мощного примера где сегодня Иисус Христос только в Евангелии где сегодня такие великие люди родители великие ну где-то в истории есть но не повседневно мы не видим а вот это было повседневно высшие классы они были династиями все они не прерывались сотни лет даже тысячи лет если заглянуть в очень древние Пураны такие примеры есть то есть это можно восстановить такие силы есть в человеке они пробуждаются организуются при помощи образования обучения и если мы сами над этим будем над собой работать то мы включим механизм и у наших учеников пусть я еще не достиг такого уровня но я работаю в этом направлении уже я включаю механизм и кто-то станет лучше меня мои дети станут лучше меня это хорошо это хорошо вот этот пример мы должны с вами подать ну спасибо несколько слов если вы хотите что-то добавить или спросить пожалуйста здравствуйте спасибо большое ну у меня просто такой вопрос интересно услышать ваше мнение по этому поводу я часто об этом задумываюсь вот несмотря на то что вот это частная школа и вот я работаю в частной школе все равно здесь есть система государственная мы все пишем там ссоры сочи и из этого создается такое напряжение ну на учителей даже в первую очередь и это как-то похоже на детей тоже не проще ну как-то быть попроще простите за эту тварь и как-то отказаться от этой системы ну ничего страшного ведь если человек начнет писать там в 12 лет например ну я тут не вижу ничего в этом плохого ну есть примеры вот как вы к этому относитесь вообще-то ну то есть нормально вот это как бы или все-таки надо вот подстроиться под это время потому что мы можем детали можно менять принципы нет принципы не меняются детали можно менять если мы работаем живем в системе нам придется учитывать законной системы невозможно не учитывать иначе эту школу просто закроют ее просто не будет просто находить в системе находить эту возможность это всегда возможно в любой системе можно находить возможность хорошего образования потому что главное это пример учителя это главное то есть быть в системе но все равно но искать вот дополнительные какие-то искать путь к сердцу да все через свой предмет через свои знания искать путь к сердцу да это вот это трудная задача да но у нее предмет музыка ну просто все равно когда иногда вообще с музыкой все просто хорошая музыка и все успех уже давайте по очереди если есть вопросы то не стесняйтесь говорите все что хотите все что думаете как вы относитесь к автаназии автаназия самоубийство такое форма самоубийства самоубийство я имею ввиду когда человек лежит в больнице без ну без без сознания и родственники вынуждены принять какое-то решение и хотелось бы знать вот а как же ну смерть может только Господь человек может принять такое решение или не может иногда может нужно разобраться в каждой ситуации отдельно например человек страдает или животное страдает и из сострадания доктор ну или родственники говорят давайте сделаем автаназию мы не можем видеть как он страдает например да но с одной стороны кажется это и сострадание а с другой стороны если исследовать правильно этот закон причинно-следственный то они не помогли избавиться от страданий он эти страдания незавершенные перенесет следующую жизнь и отстрадает все равно там они никуда не делись непроявленная карма никуда не делась если человек получил страдания и другой человек не может или наоборот облегчить страдания да облегчить страдания да ну вот убить принять такое решение кто не имеет права убить может только тот кто представляет закон какой-то власть либо тот кто может восстановить затем вашу жизнь есть такая пословица древняя хорошо а если нищий безногий например просит милостыню и ты ему подаешь получается как бы то что он безногий это ему кара Господь и ты получается помогаешь ему то есть идешь против Бога нет наоборот как раз наоборот наказал же его не Бог а законы Бога doesn't Бог никому не причинять зла законы Бога кто-то нарушают закона наказывает сам себя человек наказывает да как законы государства они же нас наказывают мы совершаем преступление реакция закона реакция на мои поступки мой поступок причина не закон причина при страдании боли а мы поступки причина и когда кто то провел этоство страдания вот это от Бога а страдание это от материальной природы от закона она безжалостна то есть прощение это закон выше кармы божественный закон а карма это законут жесткий суровый закон материального мира тут нет прощения тут оказывал к зуб за зуб видно что вы думаете и на что здесь вопросы но не слышно пока вопрос у меня такой вопрос есть про родителей каком то может быть есть хорошие вопросы и ключевые моменты извиняюсь но это одна из ошибок современного образования всем кажется что нужно работать именно с детьми работа нужно с родителями и педагогами а чар поведение старших важно вот что дает настоящее образование они сразу подсмотрят послушают что вы там делаете и будут делать то же самое чем вы не учили хорошему если у вас какой-то порог что вы делаете допускает и не будет тоже может скрытно буду делать то же самое это не писаный закон но это закон становится поведение лидера это закон когда-то я был наверное с и курии мне сказали историю того озера но она считалась священным может быть кто-то посидим так думает и люди не омывались в озере без одежды вот эти купальные костюм они в одеждах так же на черваке в Узбекистане до сих пор местное население они омываются в одежде в озере священное озеро считаю такое отношение ну а сейчас там пляжи вот на Иссыкуле понятно дело я спросил а с чего это началось когда люди разделись с какого момента началось а да говорит приехал Никита Сергеевич Хрущев однажды разделся до плавок вошел и после этого люди стали заходить так же все очень просто президент Казахстана знаете когда открыл Чембулак вот этот вот гордо лыжи он сам сначала прокатился чтобы молодежь тоже это делала вот это для воспитания молодежи делала вообще чтобы занять молодежь слаломом чем наркоманией то есть один из способов увлечь чем-то хорошим для этого пример показывает лидер это испытанный способ простая действенная вещь если родители как кошки и собаки то дети получают такой пример разводы и прочее или оскорбления в семье это сложная семья поэтому говорится вы спорите ругаетесь это нормально но не унижайте не оскорбляйте друг друга это разрушить семью да пожалуйста сейчас бывает сейчас один из таких вещей которые в современном мире говорят иногда такая вот карма рода когда ну там вот ребенок рождается у него есть какая-то карма которая вроде бы не его а рода то есть с одной стороны он что-то заслужил есть какие-то вещи которые наверняка делал и вот на него что-то влияет просто насколько как бы надо ее очистить или не надо ее очищать то есть вот вообще вот ребенок рождается даже какие-то сложные условия жизненные бывает там нету там родителей или там кто-то не дома у них и он в очень сложной ситуации находится как бы у него там негативное окружение вот и как человек в таких сложных ситуациях может выбраться если как бы у него окружение ну не самое благоприятное не может сам сам не может человек это сделать это так же как у барона мемхаузена он своего вытащил из болота помните рукой правая рука очень сильная говорит я завялся в болоте но я сильный я себя за волосы взял крепко ими сложили и вытащил это это юмор это невозможно сделать именно поэтому мы говорим об образовании о воспитании о том что есть мудрецы есть общение есть вера есть знания нужно с этим соприкоснуться это долг долг общества чтобы каждый соприкоснулся с знанием чтобы освободился от невежества и спасти спасти нужно свой род минимум свою семью это значит каждого человека не ухудшить эту позицию а улучшить эту позицию при помощи образования поэтому мы говорим это глава общества это главная вещь сам человек не сможет если даже вы квалифицированный хирург кардиолог если у вас приступ сердца вы себе операцию сами не сделаете нужен другой врач нам нужна помощь друг другу мы живем в обществе в коллективе в одиночку мы не выживем ни морально ни физически сегодня нужно быть сверхчеловеком чтобы жить сейчас в отшельничестве мы живем в обществе что помогает друг другу они обманывают друг другу в обществе это тоже семья да да пожалуйста там есть вопросы у меня у меня сегодня такой случай был по предыдущим по предыдущим вопросу я не знаю я не знаю я не могу на то на то что он мне ответил что я обманул вас потому что меня обманул сегодня учитель ну я спросила кто это он мне ответил вот и поэтому я так поступаю я сказала я сегодня был учитель я сказала он надо меня упомянуть я не знаю ну и посмеялась просто я хотела этим сказать что мне кажется мы иногда совершаем какие-то действия или своими детьми или же своими учениками какие-то действия совершаем и не понимаем что они все что однажды мой сын сказал когда ему гитанский исполнилось и он мне страшен тайм очень страшен тайм и он я сказала почему вы сколько лет молчал ну я дал тому человеку обещание что я не буду говорить об этой страшной тайне и знаете он так сказал что люди взрослые они говорят не понимают что они думают что этот маленький ребенок ничего не понимает но когда мне было 4 года я помню ну я договорился с тем человеком что это будет наш секрет и я это не рассказывала вы его сейчас меня выпадали я вот не рассказывала и люди взрослые они думают что они что дети ничего не понимают мы все прекрасно понимаем все услышим и вот этот мальчик я просто эту свою бессонню вспомнила что мы совершаем действие они понимают что как оно на них влияет и естественно что учитель должен быть примером того что он так аккуратно себя вести что дети все они воспринимают все понимают и воспроизводят видите как получилось сегодня он так хотел эту вкусняшку сегодня был нападен и второй кусочек в в очень большое встречу вам еще такой вопрос потому что он актуальный для нас вы сам начальник сказали что если между учителем и учеником вы играете то обучение в принципе не надо возможно есть ценности возрастные ценности я думаю что если вы преподаватели вы знаете об этом точно лучше меня знают 5 класс русский язык литература в класс мой класс ненавидит предмет ненавидит полная полный провал думать расформировать же класс что-то делать в дирекции мы уже слышим какие-то тревожные вещи что нас скорее всего разобьют куда-то по другим классом что мы неудавшийся эксперимент что-то в этом духе и тогда мы не то что возмутились а пожаловать что ну ну преподаватель но интересно но мы стали говорить что помогите нам мы не хотим раздаваться хорошо сказал директор я вам приглашу очень хорошую педагога но потом смотрите если и в этот раз не получится расформируем они с гора но взяли педагога то есть он не практикует раньше нам преподавала потом она как выдающийся педагога забрали ее в отдел образования и вот эту женщину я ее помню до сих пор хорошо она пришла такая знаете с тонкими губами не улыбающиеся глаза в одну точку ну знаете как только вот на гайку в руки дать еще ли палку такой образ знаете устрашающий такой спокойный подумали ну понятно то есть фашистская какая-то пришла здесь она так домашнее задание значит по журналу-то глазами все так напряглись и что-то будет точно назвала какого-то значит моего друга который вообще учиться не любил на задней парте знаете из тех таких скалерки вот показывает домашнее задание не выполнил не сделал так демонстративно а я не сделал так себя не делали на так следующий раз делаешь 30 упражнений пока эти отметку не ставлю 300 упражнений сделаешь вот уже на завтра или послезавтра иначе вылетишь вообще из школы вот тебе шанс все 30 упражнений тут один одно упражнение сделать в этом два это знаете сверх 30 с ума сошло что кто сделать упражнений ну кто сделает все притихли урок она как она проводила все слушали конечно но под страхом ну или ничего себе за нас делись кошмар что же будет послезавтра все ждут послезавтра весь класс трепещет приходит послезавтра так где этот орлов ты сделал 30 упражнений парень оказывается не спал всю ночь он делать упражнения сделал 27 или 28 упражнений сделал представьте себе 30 так и не успел с красными глазами обижен в глубины оскорбленный вышел взял тетрадь вот так подошел к ее столу просил тетрадь и с ревом с плачем истерики выбежал из класса она ничего не сказала вообще дела тетрадь все молчат смотрят на нее он берет тетрадь и листает 1 2 так просто что 28 настоящий мужчина все понимаете что он сделал вот это настоящий мужчина вот они можно положить вот он хороший друг хороший человек он может держать слов мужчина и как давай нам о дружбе говорить о любви говорить но на нашем уровне марты по раскрывали мы стали учить русский язык сами она не давала уроки на просто читал нам рассказы общалась нами а мы сами учили русский язык потом она уже уходила и все просили не уходите от нас он смогли ходила в походы частью нашей семьи это был человек такой который понимал наши ценности того возраста ценил наши чувства наши отношения например с 9 лет вот этот возраст 9 лет начинается просыпаться интерес к дружбе у них как первостепенной важности его тут мораль дружба очень важно говорить об этих вещах любой педагог может задевать эту тему организовывать так класс на дружеской основе но противоположный пол это проблема в этом возрасте можно все образование на как бы потерять если смешать вот два противоположных пола не дать им правильный как бы ну стиль поведения культуру вот это серьезная проблема сегодняшних школах институтов что там они свободно общаются борецкий меня приглашал лет михайлович университет здесь в формате к студентам давал там много лекций уровня сознания как сегодня могу видеть ужасно такие темы эзотерические духовные моральные и я его спрашиваю как вообще в целом студенты вот они интересуются вот понимают вообще эти тема хорошо вот когда мы слышат мы говорим о чем-то возвышен как они это воспринимают они понимают у них есть вопросы они копают это очень интересными там они очень интересны не открыты они они готовы к этой к этой науки так это же здорово все они уже но хорошие хорошие люди потенциально да если такие высокие темы могут осмысливать не игнорируют это уже огромный плюс в обществе но с другой стороны они также открыты и разврату вот какая вещь я вспомнил героев наших я был в кругу военных людей от на время работал с ними и там были герои один человек мне жизнь спас почти своей ценой представьте себе но этот же человек мог делать ужасные вещи другой стороны вот эта двойственность и хорошего и плохого вот в этой ситуации я действую как хороший к герой а в этой ситуации как подлец могу действовать вот как как утвердиться в хороших вещах как остаться человеком да не то что где выгодно и показывается с хорошей стороны где-то а плохие вещи скрывают там наоборот такие вот такая двойственность такая как бы лицемерность такая внутренняя а как оставаться нелицемерным целостным честным внутри себя но это уже святость конечно тоже что-то великое и сосредоточен на хороших вещах Эйнштейн да Эйнштейн идет с работы домой встречает друга и они полчаса чем-то разговаривают через полчаса он должен пойти дальше и он говорит подожди подожди ты не помнишь откуда я пришел если я с работы домой иду значит я не пообедал еще а если из дома на работу значит я уже поел смотрите какая средоточность он мог даже не понимать сыт он или голодный он настолько был средоточен сталин в годы войны терпел операцию без наркоза спокойно без стонов средоточенность него и государство такой степени леонардо да винчи неделя по моему больше семи дней не есть не пьет не спит пишет тайную вечерю полный транс забывает о сне и где но какая погружность весит это погружность в хорошие вещи плохие вещи это погрузиться невозможно что они вызывают страх умер страх общества страх наказания беспокойство внушают а хорошие вещи умиротворяют на санскрите называется самадхи полное погружение самую высшую вещь в абсолют полное погружение это конечная цель начинается с красоты как ведическая культура она прежде чем давать знания какие-то уже дает сначала понимание красоты это тест если человек воспринимает красоту ему можно давать образование если не воспринимает красоту не давали высокого образования они считали что человек чувствующий красоту не способен на плохие поступки поэтому ему можно давать высокое образование потому что это власть большие знания это большая власть это большое влияние на общество хорошо не надо следить просто вы оставите понятно новое поколение новая культура ясно но мы должны их увлечь хорошая вещь вот в чем наша задача 3 литра крови нужно и истратить чтобы воспитать хорошего человека да вы правы это не так просто оторваться от каких-то плохих вещей еще ведь они красиво показаны вот какая вещь а мы можем красиво показать хорошие вещи но вот мы должны постараться хорошо я вам скажу не знаю насколько это актуально сейчас для школы то что я скажу но это хорошая вещь которая может помочь обязательно театр когда дети играют вот это хорошие они забывают про телефоны прессунецветия театр создает цивилизацию одно дело смотреть другое дело у самому играть представьте чувствовать можно научить многим вещам через эту игру театр хорошо вопросов больше у нас нет спасибо большое спасибо спасибо вот Спасибо.